У супруга Анны Морозовой Сергея с армией связано полжизни. Сначала срочная служба, потом несколько раз контрактная. Поэтому, когда президент России объявил о частичной мобилизации, вопроса идти ли защищать родину даже и не стояла. Не дожидаясь повестки, сам явился в военкомат и уже в конце сентября отправился на специальную военную операцию. В Видном остались жена и двое детей. Самостоятельно заниматься частным домом для Анны проблематично. Частный дом – это не квартира. Естественно, нужна помощь и по участку, и потому что необходимо приводить в порядок его. К зиме подготовка – это в первую очередь, наверное, нужно. Потому что, когда ты остаешься без мужской силы, достаточно сложно. Анна трудится в Видновской дирекции киносети. И когда генеральный директор предприятия Павел Русаков узнал о ситуации, принял решение помочь сотруднице. Вместе с коллегой по депутатской деятельности Максимом Араповым организовал закупку дров для отопления дома. На днях их доставили. У нас на предприятии, как бы лучше меня, знаете, что сотрудники превращаются все в часть единой, вот такой некой семьи рабочей. Как бы есть семья дома, а есть семья на работе. Вот у нас такая большая дружная семья. И главное, чтобы был отклик, и чтобы люди чувствовали и руку государства, и руку друзей, близких и так далее. То есть, чтобы общество мобилизовалось для выполнения общей задачи. Также удалось привлечь волонтеров для работ на участке. Студенты колледжа Московия закрыли беседку, чтобы снег ее не испортил, разгрузили машину с дровами, аккуратно уложили их в подсобное помещение. Все это без посторонней помощи супруга мобилизованного сделать бы не смогла. Это наш долг, да, ребятам не тяжело, и как бы они должны это делать. Поэтому мы стараемся не по два-три человека отправлять на такие мероприятия, а, ну, десять человек. Все-таки нам не сложно, мы даже рады помогать. Благодарность безмерная, как и с той серией, что буду вечно помнить по одной простой причине, что действительно это огромнейшая помощь. Уже позже за чаепитием организаторы акции договорились с Анной держать связь и по необходимости повторять такие благотворительные миссии. На сегодняшний день есть запрос на ремонт бойлера. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.